Романтизм и цыганщина Театра оперы и балета нашего Самарского академического. Здравствуйте вам! Здравствуйте! Ну и с места в карьер. Русский романс. Вы давно занимаетесь русским романцем, помимо своей классической работы в театре. Что для вас русский романс? Начнем с того, что в дипломе у любого оперного певца стоит также классификация концертный певец. То есть это нельзя сказать, что какая-то одна наша специальность. Это все входит в единое название оперный певец. И что такое русский романс? Ну это очень такое большое понятие. Я могу сейчас рассказать конкретно о том, чем буду, не знаю, радовать, надеюсь, что радовать наших зрителей дорогих, которые придут ко мне на концерт пятого числа. Я буду исполнять романсы таких композиторов, как Гурелев, Алябьев, Варламов, Булахов, Чайковский, Рахманинов. То есть это достаточно большой временной промежуток. И я постаралась собрать истинные жемчужины русского романса. Это каждый из них можно назвать смело шедевром. И надеюсь, что всем понравится. Ну вот смотрите, русский романс, это все-таки, ну мы как привыкли, мы может быть, да, люди, кто слушают романсы, что в нем есть какая-то определенная изюминка, да, что это, ну, существует множество, да, всяких жанров и прочего музыкальных. Романс все-таки отдельной какой-то строкой идет, потому что это чаще более такое камерное, кулуарное, что-то очень душевное, что-то, какое-то откровение. Вот правильно нам кажется слушателям? Безусловно. Дело в том, что романс берет свое начало, это же салонная музыка, это то, чем занимались люди, в общем, ну, можно так сказать, что заполняя свой досуг. Раньше почти все сочиняли романсы, обменивались ими и занимались тем, что радовали друг друга. Каждую неделю у всех собирались у кого-то дома, исполнял уже каждый свои романсы. Поэтому, что еще могу сказать? Ну вот, а какое должно быть сопровождение у романса, если, ну, потому что зачастую это гитара все-таки, да, это певица, чаще женщина, и это гитарист, да, какой-то такой визуальный, во всяком случае, нам кажется. Как мне кажется, это больше подходит к цыганскому романсу. В частности, к классическому русскому романсу это, безусловно, рояль, который дает и полноту красок, разных тембров. Поэтому не могу сказать, что это какие-то есть в цыганской музыке, это может быть еще и скрипка. Кстати, вот хочу сказать, что в нашем концерте, в частности, будет присутствовать и скрипка, как определенная краска, которая создает такую атмосферу более интимную, более нежную, более доверительную. Мы постараемся создать даже внешнее такое ощущение какой-то такой камерности. Ну, вы и исполняли будете, концерт будет в камерном зале, да, оперного театра проходить? Безусловно, безусловно. Вот моим концертом открывается ряд концертов именно солистов нашего театра, которые захотят исполнить романсы, ну, самые разные. Я надеюсь, что потом последуют и зарубежные романсы, но вот в данном случае у меня 5-го числа будет именно концерт русских романсов, которые... Вот, я надеюсь, будут не последними. Ирина, ну вот хочется еще обсудить вот какой момент. Когда зритель приходит на спектакль оперного театра, мы видим масштабность, мы видим какие-то декорации крупные, мы видим много людей, большое количество хора, массовка и так далее, тут и оркестр, и все. То есть, ну, такое глобальное, да, что-то. Все-таки, когда солист исполняет какой-то концерт сольный, да, вот какого-то более узконаправленного, так скажем, здесь мы меньше людей все-таки, да, в камерный зал он меньше... Безусловно, значительно. Мы наполняемся, и значит, как приходят, ну, ценители, да, все-таки именно того, что написано в афише. Что им еще ждать? То есть, кто будет вам помогать? Какое музыкальное сопровождение, кроме скрипки? Будет ли это мини-оркестр или что? Или это будет... Нет, это будет, это будет рояль, потому что для меня такая принципиальная позиция, если это мини-оркестр, значит, это уже не романс, это, значит, не камерная, не камерная атмосфера, не камерная музыка, потому что все, что... Если будет мини-оркестр, то это уже можно исполнять какие-то арии из опер, те, которые бы, например, у нас в городе нет таких спектаклей, но хотелось бы исполнить. Но, как мне кажется, вот именно изюминка нашего зала, именно вот нацеленность нашего зала, это на то, что это такая пропаганда именно камерной музыки, потому что у нас зал достаточно небольшой, и ты стоишь один на один со зрителем, и это достаточно большая ответственность, и то, как я сумею, я и мои коллеги сумеют создать атмосферу этого, будет зависеть успех всего предприятия. Ну вот смотрите, все-таки, когда мы говорим о спектакле, да, там вы не просто в спектаклях в больших солистах, вы же не просто поете, вы же еще роль играете, да, при этом здесь... А здесь никакой разницы. Никакой? Абсолютно. Это такой же спектакль, как все остальные. Он также с чего-то начинается, у него есть кульминационные моменты, также есть развязка. И здесь уже, пожалуй, может быть в какой-то мере даже сложнее, потому что, во-первых, зритель сидит очень близко от тебя. Какие-то моменты ты должен знать, уметь чувствовать острее, лучшая реакция должна быть немножко другой, потому что какой-то жест, который ты даешь на большой сцене с расчетом на тысячный зал, и когда у тебя 200 человек народа в зале, это огромная, в общем, разница. Ну, это так и так остается один и тот же спектакль. У нас есть фрагмент видео, где вы исполняете романсы, на мой взгляд, безупречно потрясающие, очень хочется поделиться с нашими зрителями. Соловей Алябьева, давайте фрагмент посмотрим, вернемся к обсуждению. Соловей Алябьева, давайте фрагмент посмотрим. Соловей Алябьева, давайте фрагмент посмотрим. Соловей Алябьев, давайте фрагмент посмотрим. Соловей Алябьев. Соловей Алябьев. Потрясающе совершенно. У меня до сих пор мурашки по коже. Как вы это делаете? Я понимаю, что у вас специализация такая, что вас учили. Вы говорили, что лирико-кларатурная сопрано, да, это называется ваш голос правильно. Как, чем, какими органами вы это делаете? Потому что это физически невозможно. Это такая же работа, как все остальные. И этому, поверьте, учат. Но к этому надо иметь определенные способности. Как и в любой профессии, ничем не отличается. Сразу все получается. Потому что там же вот этот вот соловей, когда вы не как Ирина Янцева поете, а как соловей поете. Сколько времени для этого нужно? Или это сразу получается? Или каковы тренировки? И, насколько я знаю, вот у оперных певцов, у вас же там до 11 утра голос спит, его тревожить нельзя, да? То есть есть же какие-то определенные правила, чтобы вот такое мочь делать. Ну, вы говорите как об какой-то идеальной картинке. Так не бывает почти никогда. Как говорил всегда мой педагог, она говорила, Ирочка, детка, у нас голос звучит один раз в год. То есть это получается, что когда ты чувствуешь себя идеально, все выглядишь прекрасно, все смыкается как надо, чувствуешь зрителя, так почти не бывает никогда, поверьте мне. И каждый раз, когда вы приходите в зал, это вот я вам даю гарантию абсолютно стопроцентную, что почти все ходят певцы за сценой и говорят, вот что-то я сегодня как-то вот... Не в голосе. Да, но когда ты выходишь в зал, когда ты просто начинаешь работать, входишь в эту обычную колью для себя, начинает идти отдача от зрителя. И вот этот обмен энергии творит периодически просто чудеса. И человек, который чувствовал себя прескверно, и как-то у него что-то там не получалось, вдруг все встает на свои места. Но опять же повторюсь, это такая же профессия, как все остальные. Определенный набор навыков, инструментария иметь нужно. Вот пока шел сюжет, вы мне тут поделились информацией о том, что оказывается для баса было написано произведение. Вот я об этом совершенно не знала, я слушала по радио России в детстве Соловья в разном исполнении, но это все было кларатурное сопрано. Ну потому что как-то коларатурные сопрано, я считаю, что вовремя сориентировались и поняли, что это может стать их коронным номером. И поверьте, все коларатурные сопрано, они все исполняют Соловья Алябьева. У всех абсолютно разные каденции, у всех разное время, наполнение, но они все поют. Это так же, как партия «Царица ночи». Это должно быть в арсенале. А вообще, много репертуара для вашего голоса? Достаточно ли его? Или, может быть, что-то еще написать следовало бы? Нет, ну, репертуара никогда не бывает много. Никогда. Но я могу сказать, что то, что написано для кларатурных сопрано, без преувеличения является только шедеврами. Потому что это и партия «Царица ночи», это и «Лакме», это и «Лючей Даля Мермур». Это великолепные, это шедевральные просто партии, которые требуют не просто мастерства чисто вокального, а требуют дополнительно и психологической нагрузки, и актерского мастерства. Потому что не будет действовать ни одна партия. И как бы ты замечательно эти верхотуры не пел или басы, низкие звуки. Если от тебя не идет никакой энергии, если ты сам не заинтересован, если ты не умеешь заинтересовать, никому это не нужно. Вот вы же сейчас со мной разговариваете, у вас совершенно, ну, среднего тембра голос, да? Да, даже не скамо. Низкоты там, как это правильно называется. Как, вот, когда вы поняли, что вы кларатурная сопрано, когда вы в институт уже пришли учиться? Я заканчивала Казанскую консерваторию. Консерваторию, да. Там вам об этом сказали, или вы уже туда пришли и знали? Нет. Я об этом абсолютно не знала. Я заканчивала до этого Димитрово-Городское училище как хоровик-дирижер. И, собственно, особо-то, ну, мне просто очень нравилось петь. И когда в свое время я просто поступила в Казанскую консерваторию на вокальное отделение, я даже, честно говоря, не особо представляла масштаб того, что вообще произойдет в будущем. И я-то себя как-то вообще никакой голосовой классификации не относила. А там проверяли вот так, что по нотам нажимают выше, 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 и сколько берешь? От этого есть понимание? Нет, ориентир только один, это тембровый окрас голоса. Потому что ты, диапазон никогда не являлся мерилом. Диапазон делан наживной, если певец умный. Да? Да. То есть это можно, это нарабатывается, да? Это нарабатывается, если ты лирико-колоратурный сопран. Можно еще выше? Ну, как сказать, ну можно достаточно. А зачем уже лопнут, да, у кого-нибудь? Нет, зачем не лопнут, если это... Это должно быть красиво. Но это было безумно красиво. Я до сих пор говорю под впечатлением. Хорошо, к концертной деятельности хочется вернуться. Вот смотрите, все-таки есть, наверное, этот момент того, что хочется быть востребованным. Каждому артисту хочется работать и пробовать себя там, так, или в разных каких-то формах, вы люди творческие и никогда не стоите на месте, к счастью. Что-то, может быть, вот на ваш взгляд, насколько вот такая индивидуальная работа, насколько она важна для артиста, для оперного артиста, и что это дает для общей работы? То есть, может быть, ну, в перспективе, я не знаю, может быть, собраться, да, погастролировать, да, с тем, с тем, с тем, да, с какими-то разными, разные артисты, которые разный репертуар поют, свой индивидуальный, который хочется. Или вы так делаете уже? Я могу сказать, что я занимаюсь тем, что я люблю, надеюсь, умею, и я не могу сказать, что что-то есть такое, чего бы я еще не попробовала, потому что я в свое время начинала с эстрадной музыки. Я попробовала ее, у меня достаточно неплохо получалось, но как-то так сложилось, что вот Господь Бог меня привел немножко в другую сторону, и получилось, что вот я абсолютно счастлива в своей профессии, потому что вот последний сезон, в который я работаю, я очень востребована. Дай Бог, чтобы так было и дальше. Мне хватает работы, я работаю очень разный материал, абсолютно, начиная с детских сказок и заканчивая, в общем, оперными шедеврами. И я считаю, что это прекрасно. Я работаю все, что я хочу работать. Это здорово, это счастье профессиональное, да? Это счастье, я считаю, что да. И тем более, что мне дают возможность реализовать себя, как еще и камерная певица, потому что это совершенно отдельная, как бы, такая статья, она требует немножко другой концентрации. Потому что в любом случае, когда ты работаешь в оперном спектакле, у тебя есть партнер, который дает тебе время на какой-то раздумье или просто хотя бы передохнуть физически. А здесь ты один, но в этом есть и особое удовольствие. Зато потом вы точно знаете все аплодисменты, это вам все цветы овации тоже вам. Я не переживаю никогда. После концертов бывают люди, которые с чем-то к вам приходят, я имею в виду, с благодарностями, понятно, да, наверное, есть? Да, безусловно. Не знаю, гипотетические ученики какие-то, которые приходят, говорят, ой, я тоже дома там спел, спела, да, может, вы со мной позанимаете, какие-то такие есть случаи? Ну, пока таких случаев нет, я к этому отношусь очень осторожно. Потом я считаю, что это... Мне еще не хватает опыта в этом плане. Чтобы учить? Да. Потому что это надо быть таким мастером, и надо настолько разбираться в природе голосовой, быть психологом, потому что это... Ты не можешь научить человека просто извлекать звуки. Потому что если он себя плохо чувствует, у него что-то не так дома. То есть педагог – это такой собирательный образ, к которому, честно говоря, я пока еще не готова. И я надеюсь, что я, когда буду заканчивать свою карьеру, то, конечно же, этим обязательно займусь. Но не в ближайшее время. Ну, храпойте. Да, пока да. Пока вот так, да, я думаю, что всех это устроит. Ирина, всегда хотела, всегда хочу спросить у солистов оперного театра. Вы в караоке ходите? Нет. Нет. Вы плохо относитесь к караоке? Или это просто не ваша история? Нет. Это просто абсолютно не моя история. Я никогда ничего не порицаю и не отрицаю, потому что то, что это не нравится мне, или я в этом, скорее всего, просто не разбираюсь, это не значит, что это плохо. И потом, вы понимаете, мой голос – это моя работа. И как-то я даже себе не могу представить, чтобы я куда-то пришла и вообще... И поработала еще, да? И еще поработала. Все отдыхают, а я еще поработаю. Так что это не мой вариант. Когда кто-то где-то на каких-то мероприятиях поет и в ноты не попадает, вот больно тут? Или вы абстрагироваться умеете? Я умею абстрагироваться. Меня не раздражают такие моменты абсолютно. Они меня не касаются. Про глобальное еще хочется обсудить. Спектаклей много сейчас, особенно после реконструкции, когда театр открылся, да, большая сцена, много возможностей, там все, трансформер, там все это делается и так далее. И приглашаем гостей, да, чтобы у нас выступали. Что в планах? То есть, что еще не успели на нашей новой сцене сыграть, но знаете, допустим, что это точно будет, и к чему-то внутренне уже готовитесь? Ну вот у нас сейчас, до конца этого года, в этом сезоне, у нас планируется еще постановка, кстати, на камерной сцене. Это будет опера Моцарта «Волшебная флейта». Это, конечно же, ну вот для меня это огромный подарок судьбы. Потому что я знаю, что Михаил Саныч Панджавидзе будет ее вставить. Это значит, будет интересно, это будет точно необычно. И для меня это просто огромный подарок. Потому что это партия, о которой мечтает любая вообще кларатурная сопрано. Это прекрасно. Любая певица. А еще в театре у нас есть кларатурная сопрано, или вы одна у нас? Нет, есть. Есть еще, да? Почему? Конечно. Мне просто, у нас же получается, должно же быть несколько, да, правильно, человек на одну партию. Тем более в актерской среде есть такое понятие, как пара, да, в каких-то районах. Ну, конечно, конечно. Чтобы могла быть какая-то и взаимозаменяемость. Конечно, всякое бывает. Хорошо. Вот хочется еще про гастрольную жизнь немножко поговорить. Потому что так сложилось, что вот актеры нашего оперного театра, и, наверное, не только нашего, у вас есть какая-то возможность уникальная, не знаю, как у вас так, видимо, график грамотно формируется, что не обязательно всем театрам ехать на гастроли, что гастролировать может и кто-то один, там, или двое, да, кто-то здесь, кто-то на выезде вообще в других городах, странах, да, вообще в каких-то там мировых театрах работает. Куда ездите вы, где вы еще, в каких городах и весях вас можно видеть? Честно говоря, в последние годы я никуда не езжу. Опять же, по той причине, что мне хватает работать здесь. То есть вы настолько загружены дома, что... Я достаточно загружена здесь для того, чтобы позволить себе куда-то не ездить. Потому что был временной достаточно большой период в моей жизни, когда я ездила. Потому что и хватало и сил, и желания, и здесь не было того репертуара, который бы мне хотелось спеть. Так, в свое время я в Казани спела и «Царицу ночи», и «Дон-но-анну» в «Дон-жуане». То есть также я сотрудничала с театром Астрахани, там я пела «Царскую невесту» Марфу. Поэтому было для этого время как-то... А сейчас театр находится на таком творческом подъеме. Каждый сезон у нас два-три новых названия. То есть получается, что ездить от своего театра... Что-то искать мне не надо, да? Что-то искать, вот лично мне нет. И если так будет продвигаться, если на колоратурных сопрон так будут ставить, это будет вообще замечательно. Есть у нас еще фрагмент спектакля «Регалетта» тоже с участием Ирины Янцевой. Давайте его посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Великолепная работа в дуэте. Расскажите пару слов об актере, о певце, который вместе с вами на сцене, потому что я знаю, что это не просто рядовой человек. Да, безусловно, это Борис Стаценко, один из самых известных и, безусловно, лучших певцов современности. И петь с ним огромная честь, потому что всегда соответствовать такому певцу и актеру просто непросто. Потому что когда я его увидела впервые на репетиции, так получилось, что я пришла, а он уже что-то репетирует. И меня очень удивило, что мне показалось, что он очень старый. Он двигался, как старик. У него были жесты, как у старика. Он сидел, как старик. Он сидел, как старик. Кого же было мое изумление, когда после репетиции вдруг я увидела абсолютно молодого потянутого мужчину, который совершенно смотрел по-другому. И опять же, двигался и говорил тоже. То есть, что меня поразило, что человек был настолько настроен на свой образ, что какое-то время до и после он в этом образе пребывал. И вот что мне это очень запомнилось. Помимо того, что он, конечно, очень нежный партнер. Он понимал, что мы все с таким отношением к нему относимся, с поклонением, можно даже сказать. И он очень тактично себя ввел. И я помню свое ощущение, когда я вышла на сцену, и вот у нас кульминационный момент. И впервые на спектакле он спел во весь свой голос. Меня это до такой степени поразило, что у меня было впечатление, что я просто стою молча. Это такой обволакивающий звук, но он мастер ансамбля такой, что, насколько мне потом говорили люди, потом я слышала это в записи, баланс был идеальным. Удивительно. О балансе, да, и о взаимодействии тоже такой момент. Хочется уточнить. Я думаю, что зрителю тоже будет интересно. Вот когда в драматическом театре, допустим, люди партнируют, реплика, 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 да, то есть с какими словами. Вам же нужно, помимо того, чтобы вы слова правильно все сказали, вам еще же нужно совместно в ноты попасть. Насколько вот эта спевка происходит, когда ты с человеком, вот он приехал, да, на несколько дней, и вам срочно, экстренно нужно вот таким образом объединиться и соединиться, чтобы у зрителей не было и у слушателей, и у зрителей диссонанса, чтобы все было правильно, звучание. С певцами такого уровня, каким является Борис Таценко, таких проблем вообще не возникает, потому что это профессионал, это, опять же, повторюсь, музыкант, это актер с ним, и у него колоссальный опыт. У него каждый там день какой-то новый город, у него партнеры меняются постоянно, и для него это абсолютная норма, и с ним чувствуешь себя абсолютно спокойно, надежно и уверенно. Это вот прекрасно, да, я думаю, а есть ли какие-то наметки, может быть, еще он к нам приедет, потому что... Будем надеяться, будем надеяться. Вы сказали, что в этом году вот будет волшебная флейта Моцарта, что еще на этот год? Насколько я знаю, что будет у нас еще одна премьера на большой сцене, это «Леди Магбет», «Ценского уезда». Там, к сожалению, я очень люблю эту музыку, но там, к сожалению, для меня работы нет. Слушайте, а обидно, когда вот так вот нравится произведение, а вот для меня там... Нет. Почему? Я очень люблю приходить в театр просто как зритель. Потом, это как-то очень странно, то есть ты должен любить только оперы, в которых ты принимаешь участие, так не бывает. Поэтому есть ряд опер, точнее, огромный список опер, в которых я не принимаю участие, но я их очень люблю. Я очень люблю эту оперу, и с надеждой тоже буду ждать ее выхода. Скоро, к сожалению, время, вот мне режиссер подсказывает, заканчивается, но хочется вот что еще спросить. Сейчас мы смотрели фрагмент, и вы там производите какие-то физические действия, вы наклоняетесь, и что-то куда-то бежите, несете, и при этом сохраняется вся голосовая фактура ваша. Это тоже просто так надо работать, вы так умеете? Безусловно. Организм певца – это как организм у спортсмена. Спортсмен же точно знает, какими мышцами он действует. Здесь тоже самое, абсолютно никакой разницы. Спасибо вам огромное. Тоже остается, да, буквально минуточка. Еще раз приглашаем зрителей, любителей, ценителей и оперного, и камерного, и искусства романса, да, 5-го числа. Давайте еще раз, где, когда вы ждете своих зрителей? В камерном зале оперного театра оперы и балета 5-го октября. Всех буду ждать с огромным желанием и любовью. Всех приглашаю. Ну, я думаю, что если мы придем, телекомпания «Самарагис» придет, вы будете рады. Буду очень рада. Спасибо огромное за приглашение. Напросились. Со зрителями прощаюсь. До следующей пятницы проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!